Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Конго с новым лидером Нзингой Мбанди, в котором мы пытаемся сделать Конго культурной и туристической меккой. Ну, все подробности в первой серии, ссылка в прикрепленном комментарии в описании на плейлист, там начнете смотреть с первой серии и узнаете, в чем у нас тут челлендж, плюс все спонсоры канала, все серии видят сразу, большое спасибо вам, любимые спонсоры, за поддержку, хоть какая-то денюжка, чтобы я не умер с голоду здесь. Нет, ну в любом случае, спасибо за поддержку в это тяжелое время, я думаю, многим из вас посложнее, чем мне с моим каналом. Ну, значит, переходите, все там смотрите, продолжим. У меня несколько мыслей здесь по поводу происходящего. Я думаю, нам важно расставить места для чудес. Например, нам 100% очень понадобится Монсен-Мишель. Чудо такое. И важно оставить для... Оно строится либо на болотах, либо на поймах рек. Поэтому... Так, блин, где он этот Монсен-Мишель? Вот это, по-моему, да. Ваши апостолы получают способность мученик. Почему? Потому что мученик позволяет сделать реликвию, когда апостол умирает в теологической баталии. А реликвии для Конго дают кучу всего. Есть еще вариант, конечно, надеяться на то, что мы встретим Ереван. Город-государство, которое позволяет выбирать промоушен. Но, знаете, я бы не надеялся. Я бы взял судьбу в свои руки. Так? Кроме того... Кроме того... Нам нужны всякие чудеса, которые слоты для шедевров дают. Но мне кажется, это немножко позже будет. Вот пирамиды и Монсен-Мишель, это важно. Так, что у нас в Золотом Веке? Берем все-таки покупку за... Да, и нам надо много веры, на самом деле. Так как у нас нету соседства для... от тропических лесов, то и веры у нас много не будет. Поэтому нам нужно много священных мест, по-хорошему. Так, тут я, наверное, хочу сначала... А, нет, да денег у нас далеко, да? Мы сейчас запустим торговый путь и узнаем. Давайте я даже в Мбанзу Конго его отправлю. Три хода до денег. Значит, сначала все-таки... Интересно, сколько у нас ходов будет до семи жителей. Почему мы в первую очередь строим святилища? Потому что нам надо накапливать веру как можно больше. Почему мы во вторую очередь строим коммерческие районы? Потому что способность Нзингамбанди, очков великого художника-музыканта и великого торговца на 50% больше капает. А почему нам нужны торговцы, вы спросите, для победы культуры? Да потому что именно великие... Есть два великих торговца, которые дают там плюс сколько-то процентов к туризму. Ну и просто способность Конго больше торговцев накапливать, так? И, наконец, в третью очередь мы будем театральные площади строить. Но тут понятно, без объяснений, почему. Я тут еще немножко передвинул места, поменял местами театральные площади, потому что здесь вот еще мы будем планировать чудеса какие-то поставить. То есть этот... Пирамиды будут вот здесь вот на театральную площадь. Я думаю, может, вот здесь попробовать поставить чеченицу. Но народ любит чеченицу строить, тем более, что там кто-то взял на соседство чечениц. Да, господи, я вот по мини-иконкам их вообще не могу узнать, вот эта чеченица. Кто-то, возможно, ее построит. И вот тут бы еще какое-то чудо попробовать сделать. И в Манди-Конге, например, мы не будем здесь строить гавань, мы тут тоже будем строить торговый... Как он называется-то? Центр коммерции. Блин, может, все-таки исход евангелистов лучше взять? Два действия. Мне кажется, у нас мало веры. Ну и даже я тут немножко постараюсь, все равно будет мало веры для того, чтобы покупать поселенцев. С другой стороны, мы можем и вольнодумство взять, потому что я Центр коммерции сейчас планирую строить. И озарение дополнительно... Блин, может, наверное, все-таки вольнодумство стоит взять. Сколько у нас там... Ну, два хода, я думаю, что мы следующие... Мы следующие, которые лиги будут основывать. Так что очки пророка нам точно, наверное, не нужны. Пожалуй, все-таки вольнодумство. С другой стороны, ну, еще бы культуру, типа, да, раз мы через туризм. Но культура у нас, по идее, и так должна будет идти неплохо. У нас будет проблема постоянно с наукой. Так что, пожалуй, именно что вольнодумство. Ну и, пожалуй, все-таки правительственную площадь надо сейчас строить. Тем более тут... Так, относится к Кабасе эта клетка, да. Пять ходов. Пять ходов до семи жителей, чтобы можно было Центр коммерции строить. Может, как-то переключиться максимум на еду? О, четыре хода. Отлично. Так, здесь. Ну, он вообще на карточках стоит. Создание строителей. Может, опять покупку клеток взять? Вот это вот выкупать, вырубать. Сколько у нас ходов? Ну, и надо нам все-таки и поселенцев строить, но я бы в Кабасе сначала дипломатическую Центр коммерции сделал, а потом уже начал здесь... Да, ну и тут, наверное, Магнуса на то, что поселенцы не снижают население. Пока так. Ну, то есть я бы пока не ставил карточку на поселенцев. Давайте опять стоимость покупки клеток. Угу. Так, пока дальше открываем политическую философию. Ну, кстати, четыре хода. Четыре хода. Как раз вроде по таймингу получается нанять флотоводца, проложить торговый путь, создать священное место. Это мы сделаем. Ну, да, наверное, сейчас буду вот эти клетки выкупать и вырубать их. Так, дружба с Авраамом Линкольном. Не будем пока отправлять... Или отправить туда делегацию. Что-нибудь у них купить у кого-нибудь можно? Нет, редких ресурсов нету у них. А продать мне тоже им нечего. Ладно, пока заканчиваем ход. Ну, тут точно надо будет поспешить с центрами коммерции. Нет, это мы не будем продавать тебе Кристина. Кристина любительница дипломатических очков, несомненно. Так, правительственную площадь. А, мы даже еще не можем зал для приемов построить. Так, слушайте, тут надо подумать тогда, что два хода строить и строить. Ну, тут что-то надо строить, конечно, два хода. Я, конечно, могу туда вырубить тропический лес. Оракул, кстати, интересная штука. Для меня Оракул, кстати, интересная штука. Может реально попробовать Оракул? Так, ну тут, наверное, сначала Пингалу. Блин. Столько всего хочется строить. Но мы сейчас будем Оракул слишком долго строить. Нам реально центр коммерции важно быстро построить. Сейчас, раз уж мы взяли такую. Ну и Оракул круто. Три хода, рост. Я, наверное, даже не буду вырубать. Давайте, наверное, просто три хода. Наверное, амбар. По той простой причине, что нам реально нужно много жителей в городе. Нам в этом городе как минимум тринадцать жителей нужно. То есть, один житель свечилища, четыре жителя промышленная, правительственная зона, семь жителей центр коммерции, десять жителей театралка. И потом тринадцать, наверное, когда-нибудь кампус будет. А без этих ребят мы хрен вырастим. Так, жду. Стою здесь пока рабочими, жду открытия центра коммерции, чтобы вот тут вырубить на центр коммерции в Кабасе, я думаю. Фиг пройдешь. Так. Блин, конечно, тундры дофига, но почему-то не видать Канады. Может, и слава богу, что ее не видать. Ну, кстати, там мы еще выкупим, как раз еще обработаем янтарь. Так, основываем религию. К сожалению, на корме мир уже забрали. Не знаю, стоит ли нам трудовую медицину... Медицину трудовую. Так, ну, конголезцы будут поклоняться великой корове священной. Ну, просто будет религия Му. Великая корова Му. Так, что же брать? Реликвии утраивают получаемую веру и туризм. Я думаю, что нам надо это брать. Вопрос, конечно, тогда в сложности получения реликвии. Нам надо в Мон-Сен-Мишель просто лететь тогда. Я бы попробовал мощи. Ну, вы понимаете, что если мы просрём Мон-Сен-Мишель, тогда у нас эта хрень практически не будет работать. Так, и я бы взял... Ага, взяли уже здание на... Дом... Блин, кто-то православие даже успел раньше. Гурдвару. Вот Гурдвару забрали. Так, мощи. Ну, тогда, наверное, ступу. Или... Или... Ну, плюс один распространение. Я же не хочу религии тут побеждать. Мне нету смысла прям распространять. Или мне нужна всё-таки вера побольше тогда синагогу взять. Ну, я бы ступу взял, потому что у нас тяжеловато будет, раз у нас ограничения... Хорошо, подождите, а если мы не будем здание брать? Может взять межкультурный диалог, потому что у нас проблемы с наукой будут? Ох, сложно. Сложный выбор. Давайте, наверное, межкультурный диалог. У нас проблема с наукой в любом случае. И надолго. Так, следующим ходом деньги открываются, в принципе... А, ну у нас ещё нету... Ну, мы вырубив тропический лес, мы сделаем тут семь жителей. Так, ладно, в любом случае сначала мы вот эту клетку присоединяем. Кстати, я союзник в Кахоке, да? Класс. Можем этот уже строить. башню эту Курган Кахоке. Так, теперь... Мы покупаем в том городе, потому что дешевле стоило, но передаём сюда, потому что у нас Магнус даёт больше за вырубку. Вырубаем. Вырубаем. Один ход ждём, у нас уже семь жителей, мы сможем сразу центр коммерции строить. Так, что-то там... Ага, можем... Ну, вот смотрите, в 10 раз, то есть я обязан дать ему 150 монет или 20... И 20 вход, да? Олимпер тут если увеличиваешь вход, чтобы 0 было, например, то есть 60 монет и 30 вход, например, понимаете, да? идею. Так что у меня это просто невыгодно сейчас, вроде я не смогу это оплачивать. Ну, я надеюсь, те, кто параллельно со мной проходят, так же поступают. То есть, в 10 раз мы должны больше платить за ресурсы роскоши, чем предлагает компьютер. Так, откладываем, чтобы центр коммерции строить. Корпорации, промышленное производство. Так, а у нас промышленное производство вообще на чем-то возможно? Слушайте, а пирамиды уже, наверное, построили. Их даже тут не видно у меня. Я их открыл вообще? А, я их еще не открыл. так, один заряд. Наверное, надо тут дерево вырубить. готов монумент, ну, строителя или уже тут, конечно, сложновато будет в этом городе. священное место вообще практически нету соседства. ну, я бы тут с центра коммерции начинал. Ну, знаете, тут можно, кстати, такой треугольничек сделать из центра коммерции, театралки и развлекательного комплекса в этом городе. Ладно, наверное, пока строителя. Так, Монсен Мишель должен быть, по-моему, в божественном праве, да. Блин, нам Кате Чудо Света надо построить все-таки для драмы и поэзии. Мне кажется, что это хорошим выбором был бы именно что Оракул. Либо Пирамиды. Давайте попробуем Пирамиды все-таки. Я даже возьму, наверное, автократию, что там у нас? Автократию, чтобы плюс здесь произвелся при строительстве чудес. Политика это искусство возможного, возможного. Так, барщину ставим плюс два влияния за ход. Ну и, наверное, покупку клеток пока уберем. А, нет, с другой стороны, подождите. Нам надо вот эту клетку выкупить. Тут мы отложим на один ход. Наверное, вырубим вот этот лес. Пожалуй, ну, на пирамиды. Тут пока не буду вырубать. На пирамиды хочу. И вот теперь два влияния барщина и ну, поселенцев, наверное, еще рано. Я там, в любом случае, еще рынок построю сначала. Тогда, наверное, слушайте, и против варваров, наверное, можно было бы убрать с другой стороны. А мне тут больше ничего не надо. Удвоен опыт для юнитов разведки. А, пускай против варваров стоит. А здесь, ну, там я строю строителя с другой... Нет, давайте просто производство. Еще выполнили задание кахоке. Что-то я вообще кахокею тут со всех сторон. Ну, у нас священное место хотел. Так, как раз великого торговца требуется. Пока не буду войной, да? Давайте потихоньку драму и поэзию открывать. Антона Нариву встретили. Так, священное место. Откладываем. Мы сейчас следующим ходом начнем пирамиды строить. Я надеюсь, что их никто не построил. Хамурапи встретили. Грузия, конечно, широко расселяется. Что, Хамурапи, наверное, уже где-то в атомной эпохе? В возрождении. Ну, неудивительно. Но я думаю, что это порох, скорее всего, оружейную или лесопилку. Лесопилку, наверное. Блин, построенные пирамиды. Черт. Ну, пирамиды было бы классно, конечно. Ападана тоже классно нам, потому что две чайки шедевров. Не, ну, тогда центр коммерции, а видимо оракул, блин, нам же надо поселенцев строить. Что-то, что-то как-то тяжеловато, да? железный рудник мы можем вообще где-то построить? Вот здесь и здесь. Да, карточка на чудеса стоит, а чудеса мы не строим. Может, кстати, заменить пока тогда. Тяжеловато против компа на набожности чудеса строить, несомненно. Франция объявила войну Америке, Вау. Где-то там Екатерина Медичи. Так, тут мы поставим на поселенцев, очевидно. И здесь, наверное, пока на строителей. Что тут не пройти? Да. Фига, тут, конечно, карту нагенерировала. Ну, с драмой поэзии нету смысла спешить, просто потому, что у меня нету столько жителей, чтобы театралку уже строить. Ну, этого торговца кто-то заберет. Я не против. Блин, а у них уже у кого-то вон... Ну, это, скорее всего, Греция, конечно, там набивает. Хотя еще ни одного не писателя... Ну, надо бы поспешить, конечно, с театралками тоже, но для этого мне жители нужны. в городах. А значит... Нужно больше... Нужно больше рабочих. Иначе мы тут не растем нифига. Еды нету. Ну, кабаса до 10 может вырасти. Да, конечно, горы, горы. Где селиться дальше тоже еще не очень понятно. Точно куда-то сюда. Там по континентам Кеннерлэнд. Да, конечно, жалко пирамиды. пирамиды. Кто-то угнал. Вот круто бы сюда ввести, конечно, систему, как юманкайнд. Что ты за культуру клеймишь чудо. По-моему, это крутая штука. Так, ну тут точно надо кукурузу собрать. Сколько же городов у Грузии? всего четыре, а что так широко тогда? Так, рынок в Кабасе завершен. Кстати, внезапно я не отстаю по количеству науки, только вон Корея 43, ну это понятно, почему. Так. нужен зал для приемов, с другой стороны нужно святилище, чтобы разнести религию в Мбвиллу. так что, пожалуй, святилище сначала. Блин, или мне все-таки идти прямой наводкой в теологию, а потом в монархию? два кампуса я не смогу сделать, но за счет театрал, мне надо театралки строить. Да, наверное, все-таки через драму и поэзию пойдем сразу, не ждем уже никаких чудес. Оракул нужен, несомненно. А, я сменил случайно, нет, давайте вернем. Что купил эту клетку? Блин, тут опасно ставить, потому что будет затоплять. Но все равно какой-то район да будет затоплять. Ладно, ставим сюда центр коммерции пока. В Банзи Конга нам бы Геликарнас, да? Кондок готова мне продавать трюфеля, но у нас нету столько денег. хотя 150, подождите. 330, да? Не, наверное, не буду пока. я знаю, что все в 10 раз у нас там умножается. давайте камень этот соберем я, я, наверное, сейчас поселенцев буду строить. сейчас после святилища рабочего как раз я думаю два хода будет до открытия драмы и поэзии сменим карточку на поселенцев. да, два хода кроме того, покупаем миссионеры, чтобы распространить религию на наши города. это важно тоже перекупили кахоки сандок ну пока мне все равно некем строить курганы так что я думаю пока не буду тратить послов у нас немножко не хватает еды блин рабочие нужны конечно конечно нужны рабочие конечно нужны 10 и 7 жителей чтобы театралки уже поставить поэзии Продолжение следует... Треть науки от центров коммерции. Нормально. И у нас он накапливается в два раза быстрее. Нам бы на самом деле уже тогда на античную республику переключиться, раз мы тут не так уж с чудесами. Античная республика быстрее накапливает великих людей. Мавзолей в Геликарнасе, соседство с Гавой, значит не построим. Гавой мы точно не будем делать. Куда нам дальше надо идти? Ну честно говоря, в науке, в науке-то не так нам что-то тут важно. Позволяет грузиться на корабли. Ну не знаю, можно ученичество, наверное, открыть через стрельбу и верховую езду. Блин, 15 ходов. То есть там нехватка жилья, очевидно. Значит, нужен зал для приемов, чтобы увеличить жилье. Тут ставим античную республику, плюс 15% очков великих людей. А, поселенцы мы же должны хотели строить, да. Сейчас будем поселенцы строить, а не зал для приемов. Нам надо расселиться. Кстати, можно великих писателей поставить. Я думаю, да, кстати. А что нам... Что нам вообще из этого тут надо? Ничего. Пускай накапливаются великие писатели. Так. Поселенец три хода. То есть это человек, кстати, нам науку добавляет уже. Плюс три науки. От верований. Так, рыбку надо обработать. Даст жилье. Ну, я бы пошел рис собрал, на самом деле. Это нам даст десятого жителя, по-моему. С Магнусом-то. В Корее, кстати, довольно близко. Любимый зритель. Если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев. А некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Оракул все-таки построили. Понятно, что не могли мы за ним угнаться тут. В принципе. Так, кстати, верховую езду мы даже так и не смогли ускорить. Вообще нету рядом ни одного пазма. Ну, это не скоро. Мы сможем там что-то делать. Так, я бы подержал на мой следующий год. Ну, или вообще просто поплавать. Можно, например, поисследовать территорию, походить. В принципе, миссионерам. Я бы, наверное, убил его. Можно постоять, полечиться. Хотя, Корея недалеко совершенно. Но на другом континенте, на который я, например, не претендую. Мне туда смысла нету лезть. Кстати, храм Махабодхи негде строить, например. Еще. Один ход. О, кстати. После поселенца сразу театралочку тогда бахнем. Висячие сады. Ну, это понятно. Статую Зевса даже кто-то построил. Так. Первые десять жителей госслужбу ускорили. Ну, нам придется вот просто идти. Теология, исторические хроники, госслужба. Это божественное право без всяких отклонений. Нам тут очень, очень нужен... Да, ну, Карарайме это логично, что Корея туда ведет. Наверное, тут обратно поедем вот сюда. Откроем территорию. Буду уже коляску внутри держать. Так, надо вот туда вверх сходить, исследовать еще. Вообще, надо железо обработать, конечно. Так, потому что, может, давайте тут... Нет, торгуюсь как-то долго. Нет, давайте одного торговца здесь сделаем. В любом случае, торговцев, потому что мы сейчас начнем здесь театралки строить. Блин. И эти нужны... Давайте я, наверное, куплю здесь строителя. У нас вилла не растет. У нас нету... Вот тут надо какие-то фермы поделать. Блин. Не могу театралку строить, пока не будет... Блин, Петру здесь... Не, ну слишком долго тут, Петра. Паю рабочего. Так, я бы, наверное, здесь сделал рудник и туда еще, потому что производства тоже не хватает. Так, а тут у нас чисто на производство, потому что жилья не хватает. Ну, пока норм. Ну, надо поторопиться с театралками, иначе там грек позабирает все... всех великих людей на это дело. Так, стоит ли соседство... Ну, поселенцы я сейчас не буду строить. Строители, в принципе, наверное, тоже. Так, сколько тут театралка будет делаться? Четыре хода. Вот не могу я тут сюда ставить, потому что это другой континент. Тут, конечно, можно будет какую-нибудь потом вот сюда город. Но сейчас хочется куда-то вот туда. И тут вот сюда хочется, на самом деле. И тут мы тоже потом сможем поставить, когда Нанмадол... Эээ... Нанмадол, а кто там? Нанмадол. Махенджи Даро. Махенджи Даро засоюзим. Оно будет... Слушайте, а может мне сейчас его засоюзить? И, в общем-то... Могу просто сверху кабасы тогда ставить. Вот руинка. Гей, я сюда пройду. Да. Ну, ладно. Раз мы там засоюзили, то можем где-то здесь уже город поставить. Может, прямо на алмазы? Или прямо на лошадей? Давайте прямо на лошадей. Лошадей. так чай 180 20 пока мне деньги нужны ну и в принципе у меня пока плюс 4 довольства плюс 3 терпимо да карта конечно интересно сгенерировано здесь вот есть проблемка что мы не сможем на реке священное место поставить зато мы сможем священное место с большим нельзя вот на плюс 3 например здесь до да к сожалению исторические хроники своим путем открываем мне бы города американца открыть ухты уже античность заканчивается так торговец увеличивает количество торговых путей берем так как Кто религию основал, кроме меня? Ну, кто-нибудь в соседях? Вавилон. Ну, Грузия, Америка. Ну, это, кстати, к лучшему. То есть мы будем... Наши апостолы будут умирать и получать реликвии. Хотя тоже не факт. Напоминаю, у нас три вещи, которые нам кучу всего будут давать. Реликвии, артефакты и скульптурные шедевры. Ну, вот, например, этого художника нам не надо брать, потому что он нам не дает скульптуру. Я пока не буду обращать, буду как скаута его использовать. Тот город должен сам обратиться. Так, достаточно веры, чтобы купить миссионера. Но я бы не покупал. Да, наверное, мы все эти тропические леса будем вырубать. Не думаю, что чеченицу тут имеет... Я бы построил чеченицу в Банзе Конго. Потому что здесь тропические леса вдоль реки. Река — это всегда куча бонусов. Всяких интересных. Ну, вот видите, жилье 5. То есть, как будто это пресная вода. Как будто город стоит у пресной воды. Чисто благодаря... ...тому, что мы засоюзили Махенджи-дороги. Этот город может спокойно расти теперь. Да, другой континент. Ну, надо как-то вот сюда заселяться вверх. Очевидно. Ну, ладно. 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 нужны открытые границы с грузией отправлю хотя бы к американцу делегацию кстати в америку возможно вот по этим по этому морю караваны неплохие могут бегать нам надо наверно галеру нет у меня случайно тут никакого ну кстати а чего не согласиться нет у нас никакого но это морской нет это не морской а вот этот вот морской галеру возле кабасы появится ну вот и где вот если в этом озере появится вообще штриндец будет вот где появится галера который эти ребят я сохранюсь вы извините посмотрим где появится галера потому что извините тратить 102 золота за корабль который будет в озере плавать это извините фигня не нормально счет оставляем очень и написать около бандзы конга появится то есть а может мне темный век и взять там на распространение религии например блин да не стоило конечно галеру покупать и тут не пройти блин все хочется и храм и амфитеатр и зал для приемов она давайте на зал для приемов что он даст рост и мы его не можем купить а эти мы можем купить я попробую ну хотя бы храм не знаю за 320 у нас как тут уникальный юнит давайте откроем так я могу здесь еще райончик или рынок блин все вы тут мне кажется затапливать очень сильно будет тут бы по-хорошему здесь плотину а здесь промышленную зону ну кстати вот туда можно театрал куда давайте наверно строителя ну все мы уже в нормальном веке неожиданно торрес дельпайна открылась можем ли мы в золотой выйти за шесть ходов четыре очка уникальный юнит это сомнение у меня тушки а вот соси мачу пикчу соседство с горами может это чудо попробовать давайте пока без без стен нам есть хотя в вилле мы можем построить стены может быть в кабасе стоило поселенца строить так еще торговец но вот не хочу я его давайте отложим он прикольный но и там есть лучшие торговцы для нас канаду встретили как все дорого предлагают но и денег у нас нету в общем то на это напоминаю еще раз мы в 10 раз должны увеличивать по холмам возьму стоимость два жителя 4 хода еще как минимум 1 строителя надо еще больше ферм а деньги мы купим на то чтобы купить храм и амфитеатр потом построили великую библиотеку вот она кстати но мы идем в мон сен-мишель и как раз будем вырубать эти тропические леса в кабасе под самым он сан-мишель нам два храма кстати надо блин надо святилище наверно строить так оставляю что поселенцев что строителей то два очка писателей блин а госслужбы еще через ой далеко у нас монархия конечно строительство блин надо было строительство открывать ну и походу надо купить водяную мельницу вместо храма чтобы быстрее игры развлечения открылись ну пока наверное лян берем или рейну лучше чтобы не наверное лян будем покупать и рабочих тоже ну лян тут на будущую аквакультуры там единственный будет прибрежный город скорее всего я думаю тут будут еще прибрежные города камбасе нехватка жилья но сейчас следующим ходом появится жилье меня больше беспокоит что еды нет особо расти в нью-йорк должны по идее прикольные караваны бегать показывает суще наверно без гавани не не будет караван бегать в нью-йорк а в гавань я не собираюсь строить зачем такая армия аврааму линкульна 809 да тут ничего не меняю счастье жилье возвращаем рост и тут он есть и тут он появится как лян сядет плюс рейну в банзун сунди так здесь поселенца красивый город у кореи мы даже предприятия не можем поставить кстати ну вот на янтаре будет это пока единственное что я вижу а а он на алмазах тоже так на алмазах хорошо наверное пока продолжу строителей потом святилище надо будет нам надо два храма для ускорения божественного права но у нас пока игры развлечения оборонительная тактика это долговато так ну несомненно антона на риму надо как-то союзить он дает два процента культуре за каждого полученного вам великого человека нам надо будет поставить первый посол и засоюзить да нормальный век конечно обидненько обеспечьте своим людям свободу это на чем вообще 1 к жилью наверное не надо мне ставить так первый посол создание строителей создание поселенцев оставляем оборонительная тактика не дает послов бы этот смех авраама линкольна какой-то вообще отмороженный не обращаю просто исследую территорию кстати вот здесь у нас кампус может нормальный быть ну как нормальный на плюс 2 и вообще можно интеграем если мы сейчас обработаем пойдем сюда янтарь и наверное здесь предприятие сделаем маска там что-то дополнительные довольства в городах центром коммерции тоже еще один москва в город государства для союза блин очень хоть а сурсия что-то вырубить хотел так так продолжаем строителей как раз он с дополнительным зарядом тут должен быть блин надо метку поставить то есть забываю тут вырубить пошел вообще я вырублены поставлю рудник пойду вырублю как раз давайте силе вот что-то вот в этой игре научная ветка вообще особо не нужно даже не за чем и тут открывать ведут самое важное так край конечно культурная тот случай когда наука вообще не нужна так но тут вопрос либо сюда ввести стайна рэп до поставил же дорога есть там только вопрос священное место невозможно на реке поставить у меня достаточно священных мест пока 2 целых 2 вот вдоль реки точно будет эти топические леса вырубать еще не скажешь а возможно нам не дадут построить может еще сразу поселенца хорошо строится так и Так, ну похоже мы выходим в нормальный век К сожалению, я не заметил немножко, что мы в темном могли Мы могли в темном остаться, это лучше, чем в нормальный век Средневековье, нормальная эпоха Но там явно у нас опять Вавилон слишком быстро открывает техи Все в нормальном, даже в темном парочку Я бы, наверное, исход евангелистов взял Потому что что, озарение вряд ли у нас сильно будет Районы, ну будем строить, но не то чтобы Я бы, конечно, исход евангелистов берем Тут вон и на этот город влияем И на этот город влияем Я думаю, пообращаем немножко Но продолжение уже в следующей серии Да, хороший челлендж на туристическую победу Пока, честно говоря, я тут не вижу, что у нас прям, чтобы хорошо было Но надеемся на Монсен Мишель, на реликвии На театралочки наши Маловато городов, кстати, у меня Давайте посмотрим, у Швеции Семь уже стоит У Кореи Пять У меня четыре, но я пятый веду Вавилон Пять Америка Пять Грузия Пять Нет, Грузия Пять, да Канада Шесть У кого-то там, конечно Ну, такое тут пока еще Вот у кого-то набираются эти Плюс 11 Плюс 8 Плюс 8 Тут они, в принципе, очень неплохо все в театралки вкладываются Я даже не уверен, что у меня тут Ну, надеемся на реликвии Так, торговец с дополнительным губернатором Вот это, кстати, интересно, наверное, будет взять Например Прокачать Либо Пингалу Ну, у нас еще дополнительный губернатор будет в оборонительной тактике То есть можно Пингалу, например, на Ценителя Может вообще Пингалу на Ценителя и Гранты И читать тут для театралки Вот 4-4 хода у нас театралка будет Типа, чтобы быстрее Там всякие музыканты и писатели набирались Такой вариант может быть Ну, ладно, уже все в следующей серии Спасибо, что смотрели Играйте в умные игры Слава Украине, живи Беларусь Всем пока Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео Лайк, комментарий, подписка Возможно, суперспасибо и спонсорство Спасибо за поддержку До следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok